Творческий конкурс по направлению журналистика проходит в три этапа. Сначала абитуриенты пишут работу в жанре сцены, предложенные темы. Главный критерий оценки – актуальность проблемы, структура текста, грамотность и наличие авторского вывода. Конечно, творческий конкурс по журналистике специально создан для того, чтобы мы могли выяснить творческий потенциал нашего будущего студента. Ведь профессия у нас творческая, и поэтому абы кого не примешь. Надо, чтобы человек изначально имел некоторые врожденные способности, такие как, например, коммуникабельность. Надо, чтобы человек понимал, в какую профессию он идет. А журналистика – особая профессия, это профессия человек к человеку. Мы всегда радуемся на творческом конкурсе, потому что видим огромное количество талантливых людей, огромное количество одаренных молодых людей. И самое главное, что большинство из них уже чутко понимают, зачем они идут в журналистику. Второй этап конкурса – творческое задание по выбору. Абитуриенты пробуют себя на телевидении, в социальных сетях или на радио. В зависимости от направления оценивают способности работать в кадре, работать с голосом или уметь применять законы интернет-журналистики. Мне кажется, что именно на радио я смогу как-то реализоваться. Мне будет, возможно, как-то интереснее общаться с людьми именно в формате диалога, а не через камеру. Я ожидала, что будет намного труднее, но, мне кажется, всего лишь моль волнения. В целом мне все понравилось. Ну, я пару раз ошиблась, но в целом меня поддержали, сказали, что все хорошо, что даже опытные радиоведущие могут ошибаться, поэтому я в целом успокоилась. Все хорошо. В дальнейшем, я вот думаю, либо оставить радиоведущий, либо, возможно, ввести какую-нибудь колонку в газете или в журнале. Поэтому либо радиовещание, либо что-то письменное. Письменная какая-то журналистика, возможно. А касаемо телевидения, я очень хотела себя в этом попробовать. И, в принципе, иду именно на эту специфику, как тележурналистика. Так что в качестве небольшой практики это было интересно. Волнение, конечно, есть, но больше есть интереса к тому, чтобы сделать, попробовать, что-то показать. Третий этап творческого конкурса — собеседование. Преподаватели кафедры общаются с абитуриентами, узнают мотивацию для поступления и понимания будущих журналистов в важности профессии. По желанию, вместо собеседования можно предоставить творческое портфолио.